Еще прошлым летом на месте этих пеньков красовалась аллея из ясени и кленов. Старожилы рассказывают, что посадили ее 50 лет назад в честь 40-летия комсомола. По сути дела из всех, кто здесь собрался, я самый большой долгожитель, долгий долгожитель. Живу в первом доме по улице Металистов. Вот этот парк, который безжалостно срубили весь, был посажен вот этими руками. По словам местных жителей, микрорайон с точки зрения экологии считается неблагополучным. Дома находятся в плотном окружении промышленных предприятий. А теперь местное население к тому же лишили защитной зеленой зоны, которая ограждала их от стекольного завода. У нас была хотя бы какая-то элементарная защита от стекольного завода. У нас буквально в 500 метрах, максимум 700 метров у нас стоит ЖБИ. Рядом у нас асфальтный завод. Лемарк тоже недалеко, тысяча метров. Пларус, Сенеж, да, и все это дует к нам. Изначально группа компании ГИРА, которая арендовала участок под земельными насаждениями, планировала возвести на этой территории многофункциональный производственный комплекс. Но под натиском гневных писем и жалоб со стороны местных жителей от строительства промышленного предприятия решили отказаться. Теперь в планах компании возведение на арендуемом участке складского помещения. То, что планируется, я вам озвучиваю. Они спланировали здесь склады. Какие? Склады. Хим? Чего? Не, не, не. Я знаю эту фирму с Лемарком, это все проблемы. Химии здесь не будет. Потом, значит, офисное помещение и автостоянка. Все. Местные жители выступают против любой стройки на этой территории. Свою категоричность они объясняют несколькими причинами. Не надо нам никаких здесь производств, многофункциональных производств. Здесь санитарная зона от стеклозавода. Если сейчас здесь начнется стройка, то, естественно, возвысят, сделают фундамент. Наш дом просто окажется в низине, в котловане. Вот сточные воды, которые весной идут, и вот с болота это откуда, или с морфлота. Мы просто здесь в воде захлебнемся. Три недели назад районная администрация запретила группе компаний Гера производить на арендуемом участке любые строительные работы. С инвестором была проведена встреча, ему было предложено предоставить администрацию эскизное предпроектное предложение. После того, как они будут предоставлены, мы их рассмотрим. Рассмотрим и на градсовете района. В случае принятия положительного решения будет разработана проектная документация. И уже после этого все жители смогут принять участие в обсуждении данного проекта на публичных слушаниях. Татьяна Бауэр, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».